Та-та-та-та Очень легко ошибиться Раз, навсегда можно переделать Вентили, которые внизу могут быть заменены на сервопривод Мужики, ой, ой Топ-топол, как женщины Надо мять трубу Назминать ее для тех, как их замыть Поэтому мы к этому еще подойдем Мы к этому еще подойдем Ты занимаешь что? Снимаешь торсы? Давай, я отмолирую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажем, как утеплять первым слоем Престиролом троечка 30 мм Это заводская тайна Самое главное укладывать его Слева направо Пазик идет первый С одной и со второй стороны Для того, чтобы следующий паз был снизу И мы могли следующий лист уже на него накладывать Тимок-то отрелишь? Че? Попробую Я не с вами Все отлично Теперь остаток, который у тебя остался от куска Вот его берем Я отрезанной стороной укладываю к стене Вот Пазик, пазик Следующий лист Система фазы гребень Раз, следующий лист Расскажи лучше систему, почему неудобно так делать Из того, что сторона не помечена Да, некоторые производители свои утеплители С лицевой стороны Клеят свои логотипы Тогда будет удобнее Так, вот получается, смотрите Подошли к стене И сейчас нужно будет делать подрезку Как это сделать проще и удобнее Да То есть мы укладываем утеплитель Так, как он должен быть Да? Как в пазике Он уже лежал И просто переворачиваем его Нет, он лежал уже Вот он Я уже перевернул его А, вот Да, все Переворачиваем Видим Конец Вот этого Предыдущего Предыдущего листа Отмечаем здесь Отмечаем здесь Соединяем вместе Еще раз Прорезаем как можно больше Особенно углы Большие Отрываем И выкладываем вместе Вуаля Все Оставшийся огрызок Не выбрасываем А он так же идет В дело Да На следующий Нет На следующий пласт Это Это Очень легко ошибиться Раз И всегда можно переделать Слушайте Это не фигнях я, кстати Идали в полном метате А ты не посмотрел Видео Про фами и дали? Нет Не Ты Переосмыслил Подготавливался к монтаже теплого пола Нет, я женщина. Это самое. Я гулял женщиной. Топ-топол, как женщина. Мне нужно утеплить. Мне нужно заделать все швы, все стыки. Тебе. Надо мять трубу, разминать ее перед тем, как замыть. Поэтому мы к этому еще подойдем. Мы к этому еще подойдем. Ты занимаешься что? У нас торс? Двойки. Ладно. Дальше пошли. Следующий кусок. К тому, насколько качественно мы утеплим. Сейчас основание зависит, насколько эффективно будет работать теплопол. Как можно меньше теплопотерь добиться. Очень хорошо, что здесь сделано затонтанной гидроизоляцией. Но это не обязательно. Тут просто желание закачивает. О безопасности, да, и более семью. Потому что безопасность прежде всего. То есть так. Раз. Все, следующий кусок. Мы начали 7 минут назад. Так, 11.50. Посмотрим, сколько у нас ветки именно на этой комнате. Так. Быстрее. Не рыжь, не рыжь. Не рыжь, не рыжь. Они же на упаде растут. Один человек справится здесь за 20 минут. У нас двое. Двое должно стоять в два раза дольше. Невозможно. Это закон стройки всегда. Увеличенный закон. При работе с утеплителем всегда надо доставаться обрезки. Главное, как можно больше их использовать. Иначе будут дополнительные затраты. Уже на посчитанной площади, придется скупать, что нужно будет на утеплитель. А это не входит в нашу плату. Кстати, вот лестрит можно класть как столь, так и поперед. Там у тебя еще не дашь? Да. Дай мне. Да я тут такой вылезал. Что никому не посоветить. Допу я это смогу. Какого не сложно. Да, чуть-чуть отодвинуть лист, и ты увидишь, где край того листа, нижнего. Главное, ровно соединить. Если на глаз не получается, вот используйте старпай. У тебя как-то на глаз не получается, ты знаешь. Я видел глаза и джон. Пару слов про то, что на второй этаж достаточно и на голову тебе бить до 30-30 мм. Но на первый этаж этого мало. Нужно как минимум 50 мм. Стык-стык, всё очень быстро и легко. Стык-стык. Кстати, по утеплителю самые ингредиенты на рынке это УСА и еще Техноплекс. У них более-менее мягкий утеплитель, который меньше всего хрустит. Вот первый этаж дырол у макетки на колеаксе. Оранжевый. Вот он хрустящий для дорог. Это кто-то тебя. Очень хорошо получилось. Монтажник укладывает прям стык-стык. Даже никаких подрезок нужно. Отлично. Как только мы закончим полностью комнату, мы перейдем на те части, которые оставили для подрезки. Потому что мы могли бы просто два листа испортить и нам не хватило. А всегда останутся какие-то части на подрезке, мы потом добьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня мы соберем коллектор для теплого пола. У нас есть две гребенки. Та, которая получается снизу, она подача. Красным цветом обозначена. Есть обратка синим цветом. Я всегда их меняю. Мне нужен будет шуруповерт. Находится в багажнике. Он открыт, да. Воздух и отводчик. Автоматический сливной кран. Проверяем. Такой же на обратку. Собираются они достаточно просто, потому что между ними только уплотнительная резинка. Достаточно затянуть от руки. Все. Здесь тоже уплотнение резинкой, как евроконус. Вставляем и закручиваем. Нам нужно наверх поднять именно ту часть, которая идет на подачу. Она с расходомером. Для чего нужен расходомер? Потому что, видишь, в каждом петле, потому что она не может быть одинаковая. Где-то она 45, где-то она 40, где-то 60. Но каждая петля, мы еще к этому подойдем, должна быть не больше 80 метров. Конечно, производитель пишет, что 90, но по практике я показываю, что она 90, даже на 80 метров. Петля уже успевает здорово остыть, и теплоноситель теряется по температуре, уже не передает необходимое тепло. В нашем случае такого нельзя допустить, потому что у нас будет отопление только теплым полом, исключая радиаторное отопление. Вентили, которые внизу могут быть заменены на сервопривод, вот они, они снизу. Как раз они могут быть отсечными, ими можно регулировать температуру каждой отдельной петли теплого пола. Не нужно переусердствовать, но и нужно это тянуть до конца, потому что иначе при избыточном давлении, которые мы будем оставлять, когда будем проверять петли, они могут пропускать через резиновые уплотнители. Все ровненько здесь, все ровненько здесь. Так, теперь получается воздухоотводчик, чуть-чуть приоткрываем, идет сверху, он тоже с уплотнительным резевой, резиночкой. Резиновый холодный, а есть разница? Никакой разницы нет, там просто кранчик сам показан синим и красным, только для того, чтобы не входить в заблуждение, потому что вот эта вот наклеечка может в любой момент там скрутиться, потеряться и, так сказать, не совсем удобно будет этим пользоваться. Итак, вот наш коллектор уже почти готов. Гребенка с раскодомерами идет на подачу красная, с клапанами для регулировки идет на обратку ниже. Мы собрали кран, тройники, воздухосбросник на каждую линию. Теперь с этой стороны пойдут у нас трубы. Закручиваем здесь и используем паечные американки. Просто одна осталась, поэтому мы используем сюда еще паечные американки. Рекомендую использовать их, потому что удобнее, потом для пайки легко разобрать, легко собрать. Для подкрутки можно использовать лен, пасту, сантехническую нить, очень хорошую. Используем вот такую сантехнить. Или сейчас новое пошло, фиксатор клей-герметик. Очень хорош, единственный нюанс, что он чуть подороже, зато больше экономия во времени при работе. И требует только новой резьбы. Если она когда-то была в пасте, использовать его нежелательно. Так как мы делаем. Забиваем каждый виток резьбы. Намазали. И просто закручиваем. Все, закручиваем и оставляем от 10 до 30 минут. Запрещается прокручивать, пока герметик не схватился. После того, как сделали полностью первый слой утеплителя, троечку постелили, будем подготавливать помещение для того, чтобы устрелить ее пятерки. Это будет второй слой. Он будет уже идти, если у нас сейчас раскладка была вдоль, мы будем стелить поперек. Для этого подготовим помещение. Используя обычную швабу, убрать легкий мусор и остатки пенопластирола. Используя обычную швабу, убрать легкий мусор и остатки пенопластирола. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От качества утепления зависит эффективность работоспособности теплых полов.